Незаконные свалки мусора представляют собой серьезную проблему. Это и загрязнение почвы, воды, распространение различного рода болезней и инфекций. Часто на таких свалках могут находиться легко воспламеняющиеся материалы, что может стать источником пожара. В конце концов, несанкционированные свалки являются нарушением законодательства. В адрес Межрегиональной общественной организации «Народный контроль» поступило обращение о том, что в Чкаловском районе города Екатеринбурга, рядом с коллективным садом «Дружба», на территории природной зоны отдыха, где протекает река Патрушиха, находится стихийная свалка мусора. В радиусе 100-200 метров идет концентрация различного бытового мусора. Здесь мы обнаружили бытовой мусор, промышленный мусор, покрышки, резино-технические изделия, пластик, стекло. То, что беспокоит общественников и тех граждан, которых наворотились, здесь мы обнаружили биологический мусор, а именно останки крупноргатого скота, это останки животных, которые практически превратились в кости. И когда мы приблизились к этому семейному участку, в местности стоял жуткий запах останков животных, приходилось прикрывать лицо руками. Правилами установлен запрет на уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота, а также в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. Согласно Федеральному закону об охране окружающей среды и Федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению. Условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды, здоровья населения и среды обитания. Запрещаются сброс отходов производства и потребления в поверхностные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Максимальный штраф за данное нарушение до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц также при остановлении деятельности до 90 суток, а при наступлении тяжких последствий наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. При выявлении граждан несанкционированных свалок необходимо обратиться в территориальные органы исполнительной власти, администрации районов для их ликвидации. А если вы стали свидетелем складирования мусора, обращайтесь в территориальный отдел внутренних дел, при этом сообщайте государственный номер транспортного средства, с которого происходила разгрузка. Также всегда можете обратиться с вашей проблемой в нашу общественную организацию, используя наш сайт nk-region.ru или анонимное бесплатное приложение Межрегиональной общественной организации Народный контроль. И мы вам поможем.